Как долго мы можем не спать? И что может произойти с нашим организмом, если мы не будем спать на протяжении суток и больше? Давайте разбираться вместе. Перед тем как начать, нам очень хочется поблагодарить наших зрителей за поддержку канала и теплые слова. Тем, кто впервые смотрит наш канал. Друзья, не забывайте нажимать на кнопочку подписаться. Будьте здоровы, мы вас любим и ценим. Сон очень важен для правильного функционирования всех процессов. При недосыпе человек ощущает усталость, может возникать дезориентация и даже провалы в памяти. К сожалению, только третья часть россиян отводит на свой отдых положенные 8 часов в сутки. Такая цифра названа неспроста. Ученые и врачи доказали, что при систематическом недосыпе меньше 7-8 часов в сутки состояние человека будет меняться и отнюдь не в лучшую сторону. Возможность нормально сконцентрироваться и запоминать поступающую информацию будет снижена. Чем дольше будет длиться полное отсутствие сна, тем серьезнее последствия будут для организма. Что происходит в организме при отсутствии сна? Лишение сна называется по-научному депривация. В зависимости от возраста человека, общего состояния здоровья и условий жизни, отсутствие сна переносится по-разному. Так, в детском возрасте сон должен составлять большее количество времени, нежели у взрослых людей. В дошкольном и младшем школьном возрасте недосып влияет на социализацию. Наблюдается отставание в развитии и росте. Для взрослых людей все не намного проще. Давайте разберемся, какие изменения в организме наступают при отсутствии сна на протяжении одних, двух и трех суток. Что будет с организмом, если не спать сутки? Легкое недомогание, раздраженность и слабость в теле будут возникать в человеческом организме уже спустя сутки после отсутствия сна. Спустя 24 часа происходят следующие изменения. Падает температура тела. Повышается уровень таких гормонов, как адреналин и кортизол, называемых еще гормонами стресса. Повышается уровень глюкозы в крови с параллельным снижением выработки инсулина. Возникает напряженность в мышечных волокнах. Нарушается природный цикл отдыха и сна, провоцируя проблемы с выработкой важных гормонов, которые отвечают за обменные процессы, функции иммунной системы и аппетита. Снижается слух и зрение, а также изменяется восприятие мира. Выше перечисленные изменения связаны с тем, что головной мозг испытывает серьезный стресс. Находясь в состоянии постоянной нагрузки, мозг в попытке сохранить необходимую энергию для поддержания и регуляции жизненно важных функций, таких как дыхание, сердцебиение и других, начинает входить в состояние так называемого локального сна. Это значит, что происходит временное отключение части нейронов, раздражительность, снижение концентрации, проблемы с координацией движения, сонливость, нарушение памяти. Все это признаки того, что мозг находится в состоянии локального сна. Отсутствие сна приводит к повышению аппетита и тяге к высококалорийным продуктам. Интересный факт. В Центре по контролю и профилактике заболеваний, расположенном в Соединенных Штатах Америки, было проведено исследование, доказавшее, что отсутствие сна на протяжении 24 часов равносильно принятию крепкого алкоголя в количестве от 30 до 60 миллилитров. Вот почему садиться за руль невыспавшимся или вовсе не спавшим опасно. Какие изменения наступают в нашем теле, если сна не будет дольше двух суток? Здесь все намного сложнее. Спустя 36 часов без сна происходят следующие изменения. Нарушается речь, происходит накопление усталости и снижение мотивации, возможно принятие неадекватных или рискованных решений, изменение гибкости мышления. Все это происходит на фоне тех изменений, которые наступают уже через сутки без сна. После 30 часов без сна человек начинает значительно хуже воспринимать эмоции. Об этом свидетельствуют исследования калифорнийских психиатров. Простые движения и выполнение стандартных манипуляций даются человеку уже с трудом. Если же сна нет на протяжении 48 часов, негативные факторы накапливаются. Возникают приступы микросна или же бессознательные состояния. В этом периоде возникает дезориентация и замешательство. Естественно, проблемы возникают во всем организме. Происходит снижение иммунных сил, повышая риски развития воспалительных процессов и инфицирования вирусами. Мозг, не справляющийся с нагрузкой, начинает входить в микросон, фазы бессознательного состояния, длящиеся по несколько секунд. Подобные изменения наступают уже через двое суток после отсутствия сна. Ну и теперь давайте рассмотрим изменения, возникающие в организме в состоянии без сна на протяжении трех и более суток. Итак, через 72 часа при отсутствии сна в человеческом теле возникают следующие состояния. Полное отсутствие возможности самостоятельно находиться в состоянии бодрости по причине негативных эффектов. Появление проблем в психическом здоровье, психозы, депрессии, паранойя, снижение умственных способностей, что влияет на выполнение даже самых простых задач. Возникают галлюцинации, что влияет на общее восприятие мира. Здоровый человек, который вынужден бодрствовать на протяжении трех суток, переносит подобные изменения в организме достаточно тяжело. Проведенные китайскими психологами исследования доказали, что люди, которые не спали в течение 72 часов, начали ощущать ухудшение настроения, проблемы с сердцем и дыханием. У здорового человека, который после нескольких суток без сна хорошо поспал, все проблемы должны исчезнуть самостоятельно. Помочь организму восстановиться позволяют обильное питье и хорошее питание. Но сколько человек вообще может прожить без сна? Точных данных по этому поводу не существует. В течение времени смельчаки не раз пробовали ставить эксперименты и устанавливать рекорды. Одним из таких рекордсменов является Рэнди Гартнер, который в 1963-64 годах зимой смог продержаться, не засыпая, целых 11 суток, а это 264 часа. Помогли не уснуть ему одноклассники, а за состоянием здоровья постоянно наблюдал профессор Стэнфорд Демент. Он и зафиксировал рекорд. Молодой человек не использовал для бодрости химические вещества. При этом важно отметить, что в самом начале эксперимента Рэнди Гартнер был в хорошем физическом и умственном состоянии. В последние дни без сна молодой человек способен был обыграть в пинбол профессора Демента. А вот умственные способности сильно изменились. Уже на четвертый день эксперимента парень начал видеть галлюцинации, принимая дорожный знак за человеческий силуэт. На фоне этого экспериментального исследования психиатры сделали выводы, что мозг молодого человека после трех суток без сна адаптировался и начал попеременно отключать части нейронов. Больше такие эксперименты в книге рекордов не регистрировались. Но при этом в 2007 году британец Тони Райт предпринял попытку и вполне успешную, продержавшись без сна на протяжении 274 часов. Для того, чтобы находиться в состоянии бодрствования и не отключаться, Райт пил чай и вел дневник, а также много играл в бильярд. Для того, чтобы подтвердить чистоту эксперимента, зато не следили камеры. После окончания британец признался, что необычайно сильно устал. Что происходит в организме, если человек не высыпается на постоянной основе? Вредно для организма не только полное отсутствие сна, но и постоянный недосып. Если человек вместо необходимых 8 часов сна регулярно спит по 5 часов, в организме начинают происходить негативные изменения. Со временем начинают проявляться симптомы, похожие на тотальное бодрствование. Так при регулярном недосыпе возникают сильная сонливость и раздражительность, отмечается беспокойство и приступы неврозов. Проявляется утомляемость, ухудшается концентрация и возникают проблемы с памятью. Нарушается координация движений, отмечаются резкие перепады настроения, возникает ощущение постоянного голода, снижается работа иммунной системы. Водить машину при постоянном недосыпе рискованно. Возможные последствия регулярных недосыпов – развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Люди, редко спящие и положенные 7-8 часов, подвержены риском развития инсультов. Среди опасных последствий значится также и высокая вероятность апноэ – полной остановки дыхания во сне. Одно время проводились опыты на лабораторных крысах, которые доказали, что способность образовывать новые клетки в мозге организмом утрачивается. Нарушается и способность к регенерации. Случается и так, что отсутствие сна может оказывать положительный эффект. С терапевтической целью депривация – полное лишение сна – может применяться в психиатрии для лечения депрессивных серьезных состояний у людей. Излечение наступало в 60% случаев всех диагностированных депрессий у пациентов, которым назначалось частичное лишение сна в комплексе с антидепрессантами. Удивительно, но в некоторых случаях бессонницу тоже можно побороть, практикуя длительное отсутствие сна. Недаром существует поговорка «клин клином вышибают». Основа такого эффекта – переутомление организма. Когда человек не поспит целые сутки, не делая даже малейших перерывов на сон, в течение определенного времени удается побороть бессонницу. Конечно, без консультации специалиста приниматься за самолечение не рекомендуется. Ставить эксперименты над собой – плохая затея. Для правильной работы организма необходимо не только наладить правильное питание, но соблюдать режим сна. Все эти 7-8 часов сна позволяют полноценно восстановиться организму, а особенно головному мозгу. Надеемся, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на кнопку «Нравится». Делитесь в комментариях, соблюдаете ли вы режим сна? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Т.Кулакова